Прочел и подумал. Общество. 16 февраля опять. Прочел и подумал. Спасибо вам, афганцы. Наконец-то в преддверии 23 февраля появилась вменяемая статья о событиях в Афгане, Венгрии, Чехословакии, частично в Чечне. Спасибо, уважаемый Дмитрий, за объективность. Конечно, о событиях в Чечне писать рано, всей правды мы пока не знаем, и вряд ли узнаем в ближайшее будущее по определенным причинам. Советская армия умела воевать, она обладала высоким моральным духом, советская власть умела воспитывать воинов, способных решать такие задачи, как война в Афганистане. Не зря Ельцин сразу начал увольнять из армии советских офицеров путем армейской реформы, изменения штатов, изменения сроков выхода на пенсию и ПР. Многое изменилось с тех пор, но боевой дух в российской армии так и не появился в должной мере. Последний пример массового героизма в армии это подвиг 6-й роты десантников в Чечне. Про российскую армию писать не буду, но считаю, что армия должна быть у государства в приоритете, ибо, случись что, все взоры сразу на армию обращаются. Армия спасай, защищай, помогай. Роза 2145 Система либерального рэкета, честно говоря, начинал читать статью с нехорошими ожиданиями. Но чем дальше, тем углублялся все больше. Отличная статья. Многое, о чем прежде говорилось в виде пожеланий, ожиданий и тому подобное, здесь обрело четкость конкретных требований. На мой взгляд, данная статья серьезный сигнал о дальнейших действиях оппозиции нового качества. Думаю, что статья прекрасный материал для похода в народ. ВАК Мусорное саморазоблачение. А какое должно быть по справедливости начисление за вывоз мусора? По площади квартиры или по числу прописанных в квартире людей? Я вам скажу, по любому варианту недовольные будут среди пенсионеров и небогатых людей. Раньше у нас брали по квадратным метрам, помнится. Пришел я по делам к ветерану. Он жил один в трехкомнатной квартире. Сколько возмущения я выслушал от него по этому поводу. Вот смотрите, говорил он, в соседней квартире живут пять человек, выносят по два-три пакета мусора ежедневно, а платят меньше, чем я. Сейчас ситуация стала более осмысленной. Мусор все-таки рождают жильцы, а не кавэ. Метры. Однако и здесь нет полной идиллии. Известно ведь, что очень часто прописан один человек, а живут десять гостеров. Куда же бедному россиянину податься? СОЯЗНЫК Не боже братьев обижать. На фото два сияющих улыбками президента. Но, как и Станиславский, имею право заявить, не верю. Особенно нашему Путину. Лукашенко искренне готов идти на всякие компромиссы в интересах не только Беларуси, но и России. Потому мы в России имеем возможность вкушать натуральную мясо-молочную продукцию. Но России выгоднее кормить нас, рядовых жителей, пальмой и ГМО. И дешевле, и пенсию не надо будет платить. Вот каждый день по ЦТ проводят естественный отбор. Так фактически ничего из произведенного в России есть нельзя. Ни пельменей, ни сырников без творога, ни конфет типа советской коровки. И еще только вчера на Сибирской таможне было уничтожено 20 тонн, запятая санкционных яблок, польских, из Белоруссии. Это ли неиздевательство над нами, россиянами, которых уже разрешено кормить просроченными продуктами. Катя, гордился, будучи солдатом СА. Очень интересная статья. Спасибо автору. Очень хорошо передано, в частности, одна из черт руководства нашей страны. Это уступчивость на грани трусости в общении с внешним противником, соперником. Это надо же допустить расстрел, уничтожение наших безоружных солдат явными врагами венгерскими пучистами, боязнь применить оружие для самозащиты. Ах, а что же скажет мировое сообщество? Пока не перебьют наших массу, не прольют реки крови. Такое поведение наших властей меня бесит. Тогда хрущевские власти, а нынешние сюсюкают с японцами о каком-то совместном освоении Курильских островов, вместо того, чтобы жестко поставить их на место, напомнив об их безоговорочной капитуляции в сентябре 1945 года. Или же сколько можно терпеть артиллерийские и прочие обстрелы украинскими нацистами городов и поселков Донбасса, вместо того, чтобы сразу, резко отбросить этих провокаторов до венгерской границы. Георгий Ай